Зубы вставил, а так ничего нового Крепота какая, мне сразу показалась крепота Это же настоящий шедевр Нифига, в прямом смысле слова волна котиков Я отдыхаю каждый день, так же я когда вспоминаю что скоро экзамены Продолжаю отдыхать, но уже напряженно Ваш вес жирный Да блин Питомцы не люди, им все равно сколько денег вы имеете Мой кот, который смотрит на дешевый корм, который я ему купил Воняешь бедностью Я такое не пью Плюшевая распродажа А почем вот этот трехцветный котик, точнее кошка Кошки ж только трехцветные бывают, да? Я же просил щенка Вы кто такие? Заходите пожалуйста, я вас давно жду И да друзья, всем привет, меня зовут Алексей Сова И сегодня у нас новая подборочка приколов с котиками Поехали Строители надевают на черную кошку светоотражающую куртку, чтобы она не пострадала Всем это понравилось Эта буханочка была такой толстенькой, что я остановился и сфотографировал Кто-то, увидимся сегодня? Я не могу, у меня планы Мои планы Раздавай, кожаный Из дома только самые важные новости Мама Заряжаю Масю Ваше такси прибыло? Кот, а туда кроме тебя кто-нибудь поместится? У тебя вон уши даже через люк торчат Случилось ДТП Если котики не созданы для поцелуев, то для чего тогда это пространство между ушками? М? Действительно У тебя все будет хорошо Потому что котику нет смысла тебя обманывать Он пошуршал пакетиком, а дальше все как в тумане Идеального кактуса не существует Нифига себе Какой хвост пушистый Кто-то, ты правда живешь со знаменитостью? Я Да Офигеть, круто Его появление было предсказано древним пророчеством Улыбнитесь на секунду Моего кота зовут Илон Маск Полтора года назад он заболел и мы поехали к ветеринару Он заполнил карточку пациента Затем взял градусник, приподнял коту хвост И глядя мне в глаза, иронично выдал Как тебе такое, Илон Маск? И вставил градусник Оу май Коротко про 2022 год Ля-ля-ля, жу-жу-жу, я уже не вывожу Сегодня совершенно случайно сделал самое лучшее фото моего кота Эээ, а чё в смысле? Женщины используют дорогие шампуни, кондиционеры, витамины, маски для волос Кот, который использует слюни Шикарен Кот, очень приятно, кот Свидание в фэшенебельном ресторане Я нашёл в холодильнике самое сладкое Тебя Настало время инфернальнейших историй Во славу, котане! Турецкий ресторан приготовил отдельный бургер для кота по просьбе покупателя Недавно один из турецких ресторанов получил необычный заказ от постоянного клиента Каждый раз, когда я заказываю бургер, мой кот хочет его забрать, из-за чего не могу поесть спокойно Не могли бы вы приготовить для него ещё один мини-бургер, взяв 20 грамм из моего? Конечно, повара не смогли пройти мимо этой просьбы, ведь котиков любят все, и вот что прислал довольный покупатель Ну, это пять звёзд в отзыве однозначно Справедливое подношение Каджит рад тебе и твоим монетам, друг! Показал кошку ветеринару, ветеринар говорит Отличная кошка, спасибо, что показали Вы кошек продаёте? Нет, показываю Отличная В пять утра иду на кухню, делать себе бутерброды Мама Молодец, можешь же рано вставать Я, который собирался покушать перед сном Как просыпаются утром нормальные люди? Какое хорошее утро, у меня полно сил и энергии Как просыпаюсь утром я? Я вообще спала или просто полежала? Я каждый год Жесть, это шо за холодрыга аномальная в сентябре? Раньше такого не было, я такого не помню Как твои дела? Нормально У тебя вообще-то есть я, ты должен быть самым счастливым мужчиной во вселенной Раньше я верил, что если долго спать, то можно выспаться Но теперь я понимаю, что меня обманывали Каким же я был глупцом? Хочешь, скажу, почему у тебя нет сил к концу дня? Потому что целый день ты был сладким пирожочком А это очень тяжелый труд Просто напоминаю Подскажите, зарплату пропищу писать? А какая сумма? Двадцать тысяч рублей Слезами пиши Твои щеки такие милые и большие У тебя там вкусняшки, как у хомяка? Нет, там остались остатки тех, кто считал уместным шутить про мои щеки Наташа, наконец-то ты вернулась домой Я просто проходил мимо, как обычно И тут твой цветок в обморок упал А ты все где-то ходишь Она такая милая Где же ты ее нашел? Случайно заметил на вокзале С собаками дралась Любимый, ты помнишь, как Шерон Стоун в основном инстинкте ногу за ногу закидывала? Помню, конечно Помнит он А макароны, блин, забыл купить Мое руководство говорит мне, чтобы я на работе выкладывался на все сто процентов Понедельник 17%, вторник 27%, среда 23%, четверг 19%, пятница 14% Я пришел сюда для того, чтобы поточить коготочки и поцеловать тебя Как видишь, точить когти я уже перестал Так что подставляй щечки Наташ, ну ты че так разнервничалась-то? Ну орал я в 5 часов утра Ну я же просто кушать хотел Воду тоже на пол разольешь? Ну сколько можно повторять? Надень шапку, а то заболеешь и все может плохо кончиться И кто мне тогда жрать давать будет и лоток менять? О себе не думаешь, обо мне подумай В смысле не приставать к кошке и не тискать ее? А зачем тогда мы вообще ее держим и кормим? Я так хотел похудеть, поэтому занялся верховой ездой Уже есть какие-нибудь результаты? Конь похудел на 10 килограмм Пойми, ну не могу я работать в таких условиях Каких таких условиях? Да в любых, если честно Как я тебя? Я правда такая жирная? Нет, ты нормальная, но я вижу, что ты уже настроилась И ссора в любом случае будет Я правильно понял У природы нет плохой погоды Каждая погода благодать Сугробы или слякоть нам вообще плевать Нам не на работу мы коты, мы спать А я девушка твоей мечты, только честно Ты намного больше этого На сколько намного? Килограмм на 7 Ах ты! Ты сильно поправилась за последнее время, а ведь была такой конфеткой Была конфетка, а теперь я булка, вредная булка Любовь это терпение, это неискончаемое терпение и просто море умиротворения Кусь Эх Когда тебя кто-то подбешивает, но ты стараешься держать себя в руках Моя жизнь, я, мемы про котиков Когда кто-то спрашивает, как мои дела Да ничего, держусь Помогите Когда забыл купить коту кошачьи вкусняшки Уйдите, пожалуйста, мне очень пилёха Когда живёшь со слегка дерзковатым котом Я пришёл сюда отдохнуть и начистить тебе мурчальник И, как видишь, я уже отдохнул Признание в любви по-котовски Потому что любовь это поступки, Наташа, а не какие-то там слова Топ-1 самых ожидаемых событий этой осени Первое Отопление Ну когда там уже? Наш кот изображает травму ноги каждый раз, когда хочет выпросить влажный корм Внимание, котик с большими лапками, распространите Для тех, кто сейчас на работе или учёбе и думает, как там мой котик без меня Примерно вот так В квартире ничего не происходит, мой кот в три ночи Я скорость Называйте его Король Лев Я гений Я сделал картонный ноутбук, чтобы кот не лежал на моём во время работы Не, ну картонный-то не греется, он не такой тёплый, как твой И кнопочки там не понажимать Идеальный семейный ужин Это я так каждый раз прихожу на кухню, Алёна накрыла на стол и на моём месте сидит Силя такая, типа, это мне Я её каждый раз такой, нет, это моя еда, уходи Ну ладно, на тебе кусочек Я не разрешаю ему есть грязь, он недоволен Я делаю что угодно, все мои животные Ты чё там? Пожар, ураган, открывают баночку с кормом Котик говорит на языке фактов Самостоятельные взрослые люди не ходят к врачу Они просто гуглят свои симптомы и сами ставят диагноз Ты ничего не видел, я ветчина Что правда, то правда, ты кот ветчина И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись И написать свой вариант в комментарии под этим видео И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск Поддерживайте этот ролик лайком Подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны И смотрите другие мои видосы Также залетайте по ссылочке в описании на наш сайт mimosg.ru Регистрируйтесь и публикуйте свои мемы Ну и смотрите мемы других пользователей Также подписывайтесь на мой телеграм-канал На паблик mimosg вконтакте И читайте нашу солёную книгу Которая называется «Привет, мир» Книга в жанре фантастика про искусственный интеллект И доступна во всех книжных магазинах А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску С вами, как всегда, был Алексей Сова Пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»